В актовом зале Шадринского университета недавно собрались 11-классники городских школ вместе со своими родителями. Ректор университета, приветствуя своих потенциальных студентов, отметил, что российское образование – одно из лучших в мире, а Шадринский университет, несмотря на дислокацию его в провинции, с легкостью готовит специалистов, которые устраиваются на работу в любом уголке страны, даже за рубежом. И вот уже третий год подряд студенческая жизнь в ВУЗе для каждого начинается с общегородского родительского собрания. Мы его проводим именно для того, чтобы максимально учесть их запросы, пожелания в своей работе, для того, чтобы донести на них максимально полную информацию о тех возможностях, которые предоставляет наш ВУЗ в части образования, получения профессии. А эти возможности действительно очень велики. И мы бы хотели, чтобы каждый молодой человек, девушка, юноша и их родители, делая осознанный выбор, понимали, что их будет ждать, если они придут в системную шадринскую университету, станут его студентами и получат здесь профессию. Поэтому мы заботимся о том, чтобы каждый желающий мог получить максимально полную и достаемную информацию о нашем ВУЗе и тех профессиях, которые мы даем. Попасть на такое родительское собрание несложно. Университет открыт для общения как со школами, так и с родителями учащихся. А родителям всегда интересно, в чьи руки они отдают своих чат. И потому информация о контрольных цифрах приема, психологическая беседа, направление подготовки детей в университете, проходные баллы – это все самые важные темы для разговора на таком собрании. Детям же тем временем предоставляется возможность показать свои знания легко играючи. Дети у нас будут играть в интеллектуальную игру, 11 класс, только предметы, для того, чтобы еще раз вспомнить, какие есть у нас исторические моменты, какие у нас есть культурные моменты. Игра нацелена на то, чтобы дети в нетрадиционной форме вспомнили о том, что, где и как, какие предметы им предстоит сдавать буквально уже в ближайшее время на ЕГЭ. Разбившись на команды, школьники сосредоточили свое внимание на вопросах, что всплывали на экране, сменяя один другого каждые 30 секунд. В одном туре необходимо было ответить на 10 вопросов одной темы, в другом на 10 вопросов другой темы. Они были направлены на проверку знаний школьников области биологии, истории, литературы, географии и других наук. Было интересно смотреть на ребятишек, которые с азартом разгадывали разные предметы и каждому ребенку хочется показаться в команде, что вот я знаю больше по этому предмету. Взяли специально разные предметы, обговорили это и они собрали, вот каждая школа собрала своих звездочек, своих талантов в определенном предмете и они вот с удовольствием показывали. Потом мы когда говорим правильные ответы, они выкрикивали и хлопали в ладоши от того, что они правильно угадали. Было заметно, что ребята понимали, вопросы не из области школьных программ, а значит привлечь было необходимо как логическое мышление и интуицию, так и память о полученной где-то когда-то дополнительной информации. Виктория Кожевникова пришла на игру, чтобы понять, насколько сложно поступить в этот вуз. Кроме того, девушка ориентируется и на другие свои приоритеты в выборе будущего учебного заведения. Для меня большую роль еще играет все-таки возможность реализоваться не только в учебе, но и в творческой деятельности, потому что я танцую сама много лет и вообще люблю сцену. Еще знаю то, что многие студенты также проходят практику в салюте, я тоже там вожатой работала. И как-то вот это вот все, в принципе, мне пока что в этом университете нравится. То есть это все здесь можно реализовать. Ну, я считаю, что в принципе можно, хотя я собираюсь поступать в другой город. Вот, но как запасной аэродром всегда можно и остаться в своем родном городе. Первокурсница Олеся Тихомирова совсем недавно в Шадринске и в вузе ей очень понравилось учиться. Но в такой игре в свое время не пришлось участвовать. Я сожалею об этом, игра очень интересная, познавательная, может в каком-то роде. Вот, но сегодня я вызвалась помочь в этой игре. Посмотрев, как ребята участвуют в этой игре, они подготовились, активные, но результаты получились у всех разные. Четыре команды ответили на все десять из десяти вопросов, но есть одна команда, которая ответила всего на четыре вопроса. Но ничего страшного, я считаю, что вопросы были на среднем уровне и не сложные, и нелегкие. Получишь на первом курсе, первый один месяц, я поняла, что это вообще другой уровень школьный, все преподаватели знают свой предмет. Для того, чтобы не остаться на том школьном уровне, следует ходить, посещать все пары, готовиться ко всем семинарам, брать дополнительную литературу, самим интересоваться, принимать везде участие. То есть, довольно интересно. Университет, кроме всего прочего, проведением таких общегородских родительских собраний с интеллектуальной игрой для детей преследует и чисто профориентационную цель. Выпустить из вуза специалиста-педагога – это одно, а выпустить педагога-творца, педагога, любящего беззаветно свою профессию, педагога-новатора – это совсем другое. Здесь мы в игре все вместе. И вот когда вот это общение, то есть мы смотрим в глаза, они смотрят, и все, комплексов нет, все на таком адреналине, в хорошем плане, и все вместе. И мне кажется, да, они понимают, что барьера-то между учителем и учеником зачастую нет. И учитель может спокойно давать свои знания, передавать их другим. Насколько такие собрания полезны для старшеклассников и их родителей, университету тоже интересно. Поэтому в ШГПУ ежегодно проводят анкетирование абитуриентов. Смотрим, насколько действенны были те меры, которые мы принимали для того, чтобы донести до них информацию о нашем вузе. То есть мы спрашиваем у них, откуда они получили информацию о вузе, от родителей, из СМИ, из рекламы, от знакомых и так далее, для того, чтобы делать выводы и корректировать свою дальнейшую работу. Обратная связь. Студент-преподаватель в ШГПУ не менее важна, чем прямая преподаватель-студент, а значит и понимание между ними будет работать однозначно на успех.